15.05 в Москве. Андрей Позняков, НСС Землер в этой студии. И с нами сегодня блогер Анатолий Шари. Он с нами на связи по скайпу. Здравствуйте. 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 У нас редкий, удивительный и очень полезный опыт сейчас будет. Взгляд на нашу отечественную политику со стороны. Я так понимаю, что вы, конечно, следите за тем, что у нас происходит. Сейчас в новостях идут сообщения о том, как Алексея Навального задержали, освободили с вызовом, с повесткой, с протоколом. Да, Леонид Волкова задержали, достали УВД Даниловский. До этого еще был задержан Рубанов, получил 10 суток. С чем вы связываете такие события? Потому что есть разные вещи же. Ну, это очевидно. Политические репрессии я прочел только что на радио... Не, на Голос Америки я прочел о том, что Алексей Навальный является самым серьезным претендентом на трон. И поэтому, в принципе, его и задерживают. Я уверен, что политические репрессии Путин боится. Поэтому задерживает Алексея Навального. И особенно Волкова. Но с точки зрения нашей политической власти, Навальный вообще не претендент, ни то, что не серьезно. Он не кандидат, не зарегистрирован и никак вмешаться в ход борьбы на выборах не может. Смотрите, он все равно победит на этих выборах. Победит, даже не будучи, потому что вот он, допустим, поздравлял с Новым годом, я лично это видел, и там было написано «кандидат», и он уже выглядел даже не как кандидат, а уже как президент. То, что он не участвует в выборах, это ничего, все равно он главный претендент. Но голос Америки врать не будет, и я верю абсолютно на 100%. Такой образ из-за рубежа. А почему именно сейчас идут эти задержания? Вот что стало триггером и чего можно ожидать, как вы думаете? Настя Рыбка, конечно же. Настя Рыбка всплыла вся подлая и преступная сущность путинского режима. Поэтому я думаю, что сейчас, чем ближе к выборам, вы извините, что я у вас в эфире это говорю, не знаю, будут ли против вас репрессии осуществлены, но я вот именно из-за рубежа, из свободного мира могу это сказать, что на самом деле вся преступная сущность режима всплыла вместе с Рыбкой кверх дном, можно сказать, кверх пузом. И вот из-за этого, чем ближе к выборам, смотрите, 18-го уже выборы, конечно же, они будут задерживать всех людей, которые могут создать реальную конкуренцию Путину, даже не участвуя в выборах. Вот в чем дело. Поэтому я думаю, вот с этим связано. В любом случае, я полагал, что будет 20 дней, а уже слышу, что его уже отпустили, но вообще я полагаю, что надо ввести закон специальный. Вот знаете, как у вас был закон именем какого-то мальчика, а здесь будет закон Леши Навального, что вот Алексей Навальный и его окружение сидеть не могут. То есть они, даже если они под следствием, они могут выезжать, к примеру, но в особых случаях. Я думаю, что необходимо ввести именно такой закон. Это будет правильно, потому что люди постоянно спрашивают, почему одного садят, а вот их не садят, к примеру. Надо закон ввести, чтобы люди не спрашивали. Насколько имеет место версия о том, что Навального и его сторонников, руководители движения сторонников, задерживают перед выборами ровно для того, чтобы нейтрализовать их на предмет возможных акций протеста? Да, ну конечно же. Потому что предыдущая акция протеста, судя по, опять-таки, по сообщениям «Голоса Америки», «Радио Свобода», она просто взорвала, ну скажем так, континент. Континент, она взорвала, я не скажу мир, не потрясла она мир, но континент потрясла достаточно, когда вышли молодые люди, я видел, как они ходили кругами и скандировали. Если будет такая же акция, то вы же понимаете, к чему это может привести. Режим может наконец-то треснуть и рухнуть. А разве, прости, Андрей, а разве сторонники Алексея Навального не справятся без него с выходом на улицу? Нужен организатор, нужен организатор, потому что в любом случае это же движение, понимаете, не коллегиальное, это движение одного человека, это движение Алексея. Алексей правильно сказал, что эти выборы без меня, это не выборы, правильно? Эти выборы плохие, и тот плохой, и этот плохой, Собчак, Грудинин, они все плохие, потому что меня там нет в этих выборах. Я думаю, это абсолютно, он же мог переложить, понимаете, вот смотрите, хорошо, идет Явлинский, да, он там вялый, на Кисель похожий, но все-таки давайте мы его снабдим. Вот я ему делегирую все-таки свое участие в выборах, да, каким-то образом, ну, допустим, это для нас так выглядело бы, или там какого-нибудь альтернативного кандидата еще одного, да, Волкова, пусть Волков баллотируется, вот считайте, что это я. А потом мы там, допустим, я стану премьером, ну, вы знаете, да, эту схему российскую, и все, и поменяемся. Но нет, вот видите, я не иду, значит, все, значит, не идите вы на выборы. Это очень, мне кажется, неправильно, с его стороны было сделано, но опять возвращаясь к тому, могут ли без него состояться протесты. Нет, я думаю, не могут, потому что для этого необходимо выпустить блог, чтобы его посмотрели все и вышли. Анатолий, вот вы начали с того, что эти задержания, это в частности, может быть, ответом на публикацию расследования о приходе к Идирипаске. И объясните мне, пожалуйста, такую вот разницу. Я так понимаю, что для вас это расследование очень важное. Вы в нем видите раскрытие каких-то страшных преступлений. В России оно произвело большой резонанс в целом ряде изданий, но даже кандидаты в президенты, за исключением Ксении Анатольевны Собчак, они не комментируют, практически не комментируют ничего. И не используют его. Они вообще ничего не взяли для себя. Почему так? Ну, конечно, это ужасное преступление. Вы знаете, это преступление не против морали, а против разума, я считаю. Потому что человек, у которого есть миллиарды, он не может быть таким тупым для того, чтобы, когда он приводит шлюх на борт, не забирать у них телефоны. Вот мне кажется, это здесь преступление против разума вообще. И это показательно, кто у вас является людьми с миллиардными состояниями. Это лично мое. Но это не наказуемо. Конечно, это не наказуемо. Давайте говорить серьезно. Это не наказуемо. И заниматься тем, чем он там занимался, даже таким способом, который раньше при Союзе назывался неестественным, потому что я читал эти мемуары рыбки. Это не наказуемо. Это не преступление. И я здесь ничего не вижу преступного, если честно. Поэтому я, конечно же, пошутил, когда я сказал, что это прям такое значительное расследование. Нет. Алексей будет ехать на нем полгода. Почему он будет ехать на нем полгода? Потому что такие негодяи, в частности, как Анатолий Шарий, они не могут тут ни к чему прицепиться в этом расследовании. Вы понимаете? Просто если предыдущие расследования что-то там сделал, но сделал немножко не тот, дом не тот, счет не этот. А здесь, ну, здесь все явно, все четко. Да, действительно, дурак берет на яхту барышню с мобильным телефоном, который снимает. Вы, кстати, знаете, в украинских средствах массовой информации было очень интересно. Там они показывают фотографии, где рыбка сидит с этим олигархом, с дерипаской. И они говорят, смотрите, но был же кто-то третий, говорят, кто их фотографировал. Это на телеканале ICTV, у нас один из центральных телеканалов. Они вообще не врубились, о чем расследование. Они вообще не поняли, что там на самом деле было много девушек. Да, что там был этот представитель вашей власти еще находился. Они вообще не поняли, но они посчитали, что это очень важно, потому что именно из-за того, что олигарх берет на аборт девушек легкого поведения. Нет, это не серьезное расследование, это чепухание расследования. Конечно же, в Европе, я уверен, что были бы последствия для политика, который оказался в такой сомнительной кампании. Конечно, но здесь надо брать в расчет, где вообще мы живем. Говорю, мы, да, ну я, слава богу, уже в другом месте, но постсоветское пространство. Ну, на самом деле, там не является преступлением то, что поехали там с девочками с какими-то, ну. Но то, что взяли набор таких тупых, еще с такими страшными лицами, я вообще удивляюсь, честно. Вот это меня удивило и потрясло в немалой степени, да. А вот, кстати, не было ли ошибкой уделения большего, чем следовало бы, на мой взгляд, внимания именно девочкам и их личностям в то время, как речь идет, в общем-то, не о том, что там девочки какие-то страшные, а о том, что фактически это взятка чиновнику. Ну, взятка, не взятка, вы понимаете, в чем дело? Вот у меня, допустим, есть товарищ, он является депутатом одного из европейских парламентов. На самом деле, хороший товарищ, и мы с ним ездим на моей машине, а я ездил в то время на Ламборгини, да, условно говоря. Вот он едет со мной на Ламборгини, хорошо, что у нас два места, а если бы сидели девочки, к примеру, сзади две, то чтобы это была взятка, это же была не взятка, я его просто покатал на хорошей машине, точно так же и здесь. Это даже в Европе так было бы расценено, да, а как тут, понимаете, ну, Дерипаска, известный человек, едет на яхте, и там у него бегают какие-то девочки, что это за девочки, может, они у него полы моют, правильно? Да и плюс, ну хорошо, пускай это девочки легкого поведения, они для красоты там, к примеру, для красоты все, кто-то берет на борт себе бабушек, которые поют песни русские народные, а кто-то берет вот таких вот девочек с кривыми лицами, это их личные проблемы. А я же говорю, это вот здесь вот у него, на самом деле он совершил преступление против ума, Дерипаска, но не против государства или против, а вот второй, который, граждане, не помню, как его на ПЭК, да, как-то? Приходько. Приходько, да, Приходько, с украинской фамилией. Вот, он, я бы не сказал, что это была взятка, какая же это взятка, ну в чем взятка, он брал, если бы там борзые щенки были какие-то, он вышел уже с яхты, их держал в руках, и это зафиксировали. А здесь, чем он брал, натурой, как бы, это странно, вы знаете. Ну, в таком случае, получается, что, на самом деле, никакого серьезного ущерба это расследование не нанесло ни окружению Путина, ни вот этим двум Дерипаске и Приходько, двум личностям. Приходько, не знаю по поводу Приходько, по поводу Дерипаски, судя по тому, как он взволновался, скажем так, да, и судя по тому, как суд прошел, а вы знаете, это просто волшебство на самом деле. Ну, это, знаете, бывает такое, бывает чудо после Нового года, когда суд внезапно принимает вот этот вот иск, все рассматривает и уже выносит какое-то постановление. Это так прекрасно, потому что я, к примеру, жду апелляции по Фейгину 4 месяца, и я думаю, что это еще не предел. Но это вы в России ждете? Да, в России жду 4 месяца апелляции, я все просто молю каждую. Просто дело у вас сложное? Да, очень просто сложное дело, да, конечно. Видите, меня до сих пор разыскивают, я же с вами вещаю из подвала, потому что меня ищут Интерпол, Европол и все спецслужбы мира. Да, они откладывают, а там дело было очень простое, вдруг вынесли такое решение. Я вообще тогда испугался, на самом деле, что они реально заблокируют Ютуб на территории Российской Федерации, но так не сложилось. Очень странно это происходит иногда, когда Следственный комитет вылетает к блогерам на самолетах, когда надо, а когда не надо, то ничего тоже не происходит. А я почему спрашиваю, почему задаю этот вопрос, потому что следующий вопрос у меня возникает. А насколько вообще серьезную оппозицию может составить Навальный, насколько серьезный вред он может нанести Владимиру Путину лично, его окружению, Кремлю, если так условно говорить? Владимиру Путину лично, если он там подкрадется к нему и плюнет ему в лицо, и это будет заснято. Знаете, вот это может быть потом нанести какой-то репутационный удар по Путину. Не, ну вот если реально, давайте вот если реально. Если реально, ну серьезно, послушайте, какое реально? Реально дети, которые голосуют за Навального, я не говорю, что там все дети. Конечно же, начиная там, вот ты говоришь, что все мы школьники. И пишут люди, там 35 лет, я не говорю, что все вы школьники. Есть просто люди с мозгами школьников, к примеру. И многие ребята не могут еще даже голосовать. Не могут голосовать. Когда мне говорят, ну так и что, они через 5 лет смогут голосовать, правильно? Но через 5 лет у них все, возможно, поменяется в голове. И у них на первом месте будет стоять о том, как кормить свою семью, а не о том, как красить волосы в зеленый цвет и выходить на улицу. Вы знаете, раньше была какая-то мода такая на эмо. Все становились эмо такие, они все грустные были, там с черными волосами. Вот прошла мода на эмо, пришла мода на Навального. Мода на Навального тоже пройдет, когда дети подрастут, переключатся на моду, я не знаю, на засушенных крокодилов. Понимаете, тут сейчас модно быть вот такими. У нас тоже в свое время такое было. Даже вот я печатал листовки такие, там, «Смерть сталинист», там, в 6 классе. И в школе их даже расклеивали, мы считали, что занимаемся чем-то очень важным. У нас был такой небольшой кружок свой, и нам казалось, что нас все преследуют. Знаете, что вот как сейчас им кажется, что кто-то приходит, дизлайкает, там, что приходят какие-то специальные люди, там, что-то скручивают просмотры у видео. Им кажется, это очень важно, все, чем они занимаются. Ну, у меня тоже такое было в 6 классе, а в 8 прошло, к примеру. Понимаете? Поэтому я думаю, что это все пройдет, и насколько он серьезно... Я считаю глупостью вообще, то, что его не допустили. Конечно же, не допущен он по закону. Но можно было, сколько раз обходили закон уже в случае с Навальным, да, выпускали его подлечиться, там, позагорать. Здесь тоже можно было обойти закон и допустить его к выборам для того, чтобы снять в итоге все вопросы. С другой стороны, вопросы были бы не сняты, потому что были бы заявления о массовых фальсификациях, конечно же. И вполне возможно, что эти массовые фальсификации имели место быть. Поэтому это долгая история. Я не верю в какую-либо серьезную оппозицию. Конечно же, более серьезной оппозицией Путина выглядит тот же Грудинин. Судя по тому, как его мочат, я вам скажу, что мне кажется, что таки да. В программе «Персональный ваш» на «Эхе Москвы» Анатолий Шарий, блогер. И эту программу мы транслируем в Ютьюбе на канале «Эхе Москвы». Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну вот про Грудинина-то вы упомянули. Но Грудинина не задерживают на выходе из стоматологии. Его соратников не сажают, как сажают соратников Навального. Зачем тогда тратить такие силовые ресурсы и возбуждать такой медийный интерес вокруг этой фигуры? Тайна сия великая есть. Я не знаю. Честно скажу, я не знаю. Потому что я знаю одно. Но когда ты начинаешь таким вот образом преследовать человека, ты ему, конечно же, накручиваешь рейтинг. Вспомните Саакашвили. Саакашвили заехал с помпой, заехал в Украину. Все, рейтинг взлетел до небес. Если бы его просто впустили. Ну, заехал и заехал. Че, он до этого не был, что ли, в Украине. После этого рейтинг. Ну, он там походил, походил по Майдану. Палатки, все. Опять ноль. Все. Ноль. Ноль один. Это рейтинг Саакашвили. Что происходит? Прибегают люди суровые, выбрасывают Саакашвили из Украины. Опять рейтинг. Скакнул. Поэтому, для чего такое делается? У меня впечатление, что какой-то тайный игрок накручивает вот как раз таким образом рейтинг Навальному. Потому что, ну, нехорошо. Такой боец, боец системы, а его постоянно то 20 суток, то поедет в Барселону, то еще что-то. Вот они постоянно думают, что если 20 раз по 20 суток, то это будет придавать ему такой ореол таинственного борца. С другой стороны, может просто глупость ваших силовиков, которые хотят выслужиться. Вот посмотрите, при всем неприятии с обеих сторон того, что я сейчас скажу, и российские власти, и украинские власти по отношению к своим оппонентам ведут абсолютно одинаково. Одни и те же методы, одни и те же способы. Я бы так не сказал, потому что вчера, допустим, вышли из тюрьмы два журналиста, Василец и Тимонин. Их посадили на 9 лет. 9 лет за якобы помощь в создании блога на YouTube телеканала Новороссии. Новороссии, который действует в YouTube. Они помогали создать, потому что те не могли сами создать. Якобы помогали, это не доказано следствием. Им дали по 9 лет. Эти люди сидели, это то, что вчера произошло, это чудо благодаря адвокатам, которые их вытащили оттуда. То есть там было очень красиво сработано. Но вообще-то, вот такие люди сидят в Украине. Они получают по 9 лет, по 8 лет. Для того, чтобы в России получить 8 лет, надо быть уже таким серьезным экстремистом. Я, к слову, вчера разбирал программу «Навальный лайф». Там рассказывали про «Они же дети». В Украине это модно, «Они же дети», «Да вы что» на Майдане там по поводу. А здесь я слышал «Они же дети», у них даже название было. Террористическая организация. Они сами себя так называли. Они сожгли там палатки с какими-то выходцами из Средней Азии. Подожгли дом с выходцами из Кавказа. Поджигали МВД, все такое. И в программе «Навальный лайф» говорят, типа, за что? Им в общей сложности дали 70 лет на всех. То есть неизвестно, сколько их там было. Если их там было 20 человек, то, может, по 3,5 года получили, конечно. И у вас так удивляются этому? У нас давно не удивляются. Потому что у нас, получается, по 10, по 12 лет люди за вещи, которые абсолютно никто не хочет даже доказывать. Всем плевать. И люди сидят, если у вас общество еще, да, там есть значительная часть оппозиционно настроенного, пускай они не за Навального, просто они критически мыслят. И они говорят, ненормально, когда там какой-то репост, да, и вот такое происходит. А в Украине же такого нет. Вот в чем проблема. Что люди сидят, и о них никто не говорит. В лучшем случае черкнут там где-то и напишут, очередной сепар получил 12 лет. Вот что страшно. Я же сейчас не о том, говорят об этом в интернете или нет, а о том, как власти к этому относятся. У вас на Украине за YouTube там сажают, у нас за ВКонтакте сажают. У вас власть Саакашвили запрещает въезд в страну, или там запрещает ему, высылает его. У нас власть со своим оппонентом ведет, ну, примерно то же самое. Ну, из страны это его не выслали еще? Если сравнивать, если проводить такие вот четко параллели Саакашвили Навальный, то, конечно, много очень похожего, потому что Саакашвили обвинили на секундочку в государственной измене, или в чем они, в шпионаже, что он с этим Курченко разговаривал по телефону, который у вас сидит олигарх беглый украинский. Это серьезное обвинение. С такими обвинениями люди не могут выйти на подписку, да, а здесь происходит какой-то сюрреализм на самом деле. Они не то, что его отпускают, выпускают, а потом еще и выбрасывают из страны. И щуку в речке утопили, потому что это просто потрясающе. Конечно же, после этого возникает вопрос, ребята, Саакашвили шпион, смотрите, он там за деньги там из Москвы организовывал, хотел свергнуть власть, а вы его берете и выбрасываете в Голландию. Что вы делаете? Но никто этого не объясняет. Да, если проводить такие параллели, то это, конечно, очень похоже, потому что тут по 20 суток, или даже не по 20 суток, тут у вас в автозаках люди улыбаются. В Украине давно перестали люди уже улыбаться в автозаках, потому что на телефоны снимать себя. Потому что у них, во-первых, телефоны отбирают, и сейчас ведут себя очень жестко силовики, которые задерживают такого рода людей. Это раньше до Майдана, они улыбались, попал в автозак, вау, ты классный уже стал. Сейчас уже никто не улыбается, сейчас просто начинают дрожать, белеть и понимают, что им грозит по 10 лет. А с Навальным, если вы сравнили с Саакашвили, то, конечно, очень похоже. Но и Саакашвили себя любит сравнивать с Навальным, и Навальный себя сравнивает даже с Саакашвили. Вот так вот. С которой мы связались, после того, как СБУ в тупую запаковала на улице нашу журналистку за то, что она просто проводила опросы. Они ее схватили, не представляясь, затолкали в машину, вывезли, и всю ночь допрашивали, пытаясь завербовать для того, чтобы она давала показания на меня. В итоге, когда я поднял на уши адвокатов, и они поняли, чем им это грозит, они ее отпустили, не предъявив, конечно же, никаких обвинений, потому что никаких обвинений предъявить нельзя. Я после этого обратился в МНОСТИ, я после этого обратился во многие организации, но об этом я сделаю отдельное видео, потому что сейчас меня еще просят об этом не рассказывать. Про МНОСТИ я могу сказать сейчас. Они не сделали ничего, они не дали никакого ответа, они вообще никак не отреагировали. Эти люди реагируют на то, на что им надо реагировать. Когда им на это не надо реагировать, то есть на там Кацаба тот же самый, ну просто про Кацабу уже нельзя молчать, да, уже сделали заявление ряд правозащитных организаций. Но я точно знаю, что если ты не в тусовке, если тусовка, это сборище тех самых журналистов, которые сейчас заново начали брать комментарии у Елены Васильевой, которая хоронила футбольные команды. Вот если ты не в этой тусовке, если они считают, что ты антиукраинский из-за того, что ты высмеиваешь власть, к примеру, или смеешь усомниться в идеалах Майдана, то Amnesty не обратит на тебя никакого внимания. А в России, если тебе наступили на ногу, и ты обратился к Amnesty, но при этом у тебя написано «Навальный топ», то они обратят внимание. Мы все прекрасно понимаем, что происходит, мы все прекрасно знаем, как это работает. До Майдана это работало точно так же в Украине. Когда в мою поддержку выступила Human Rights, Amnesty ни слова не сказала, хотя это было откровенно Глушилова, я просто приглашал их, придите на суд. Я вас не прошу там, я вам не буду, вы просто придите, посмотрите, как проходят суды. Когда судья говорил моему адвокату, сядь, закрой рот свой, к примеру, когда отклонил все ходатайства, когда у меня просто, по сути, у меня не было возможности защищаться. При Януковиче они не приходили, потому что я был не в тусовке. Вот и все. Ну, все же, на этом же фоне у нас вносят приговоры фигуранту так называемых дел 26 марта. И это дело, которое сравнивали с Болотным, и уже, похоже, скоро там можно будет сравнивать по количеству фигурантов этого дела. Далее год колонии общего режима. По обвинению в том, что когда его несли, дескать, он пнул ногой, пнул там, задел, бог его знает, полицейского. Я слышал, да, эти истории. Смотрите, я уверен, что есть настоящее обвинение, а есть обвинения надуманные. Я скажу даже то, что знаю конкретно я. У меня был человек, который снимал. Снимал там, он, конечно, не участвовал в этих протестах, он просто занимался съемкой. Он никого не трогал. Человека задержали, по бырику ему дали 10 тысяч штрафа, и все. Ну, то есть, никаких доказательств тому, что он на самом деле в чем-то участвовал. Он просто стоял сбоку и снимал для меня это видео. Он ничего не делал, он не выходил над этим плакатом, он не трогал милицию, там, полицию вашу, ничего не делал. Его просто загребли. Я не знаю, сколько их вот таких же загребли. И это очень неправильно, потому что человек до того, как ему не выписали этот штраф, 10 тысяч, это же дело не в 10 тысячах, да. Дело в том, что это вообще, ну, это неприятно. У тебя уже обминка есть, это уже светится где-то у нас, допустим, есть там такая база, армор. Вот. И у вас, наверное, есть какие-то базы. Это уже нехорошо, вы понимаете. Где-то устраиваешься на работу, тебе уже смотрят, о, у тебя там вот хулиганка была. Не, ну, то человек по уголовной статье сажают. Да, но вы говорите про уголовную, я же говорю, что, я не знаю, пнул там кто-то полицейского или не пнул. Ну, вот вы просто сравниваете Россию и Украину. Это репрессии по сравнению с тем, что на Украине происходит в вашем представлении. Это действительно вот репрессии, да? Или же это все-таки все еще мягче, чем в Киеве? Нет, я однозначно, у меня есть свое мнение, я знаю, что это мягче, чем в Киеве. Потому что я знаю, как в Киеве садят людей за то, что он что-то там репостнул. И все. И достаточно каких-то абсолютно абсурдных обвинений. Вы знаете, если я вижу по телевизору о том, что задержали разведчика ДНР, который, вернее, сам пришел и сдался и сказал, мне надоело быть в этой ДНР, я хочу сдаться. Я уже точно знаю, у меня есть связь со спецслужбами Украины. Я однозначно знаю, что этот человек, значит, был задержан вообще ни за что. Поэтому его решили, типа, амнистировать. Понятно. Журналист-блогер Анатолий Шарий в эфире. Эхо и на свидетельме Андрей Позняков. Прервемся на пять минут. Подожди, признание. Зачем же вы? Видишь меня во вношенном числе. А тебя по имени зато. Подожди, мой любимый список. Так. Так. КГБ. КГБ. Я от него сюда. Да, да. Вич, окей. Вич, окей. Убился ты? Зивай. Звук. Это сад голда. Нет, нет. Никого не. Мне так нравятся эти очевидные комментарии. Не все воспользуются, если это разрешение. Конечно, все воспользуются, совершенно. Сегодня какой-то просто вечер. Черного списка. Да, бенефис какой-то. У меня настроение пополнять. Я потом прихожу и обратно всех возвращаю со временем. Надо платный смс портал сделать. Заработали деньги. Причем на ключевые слова. Да, да, да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok В Москве 15.35 Несса Землер Андрей Позняков. Персонально ваш блогер Анатолий Шари. Давайте к общему для России и Украины чекистскому прошлому обернемся. Левада Центр провел очередной опрос об отношении КВЧК и КГБ и выяснил, что за последние 20 лет количество россиян, которые заметно лучше относятся к этим органам прошлого, увеличилось вдвое, которые считают их приемлемыми или даже хорошими. Это тенденция какая-то уникальная для России? Это все из-за наших каких-то особенностей современных? Или это, в принципе, на постсоветском пространстве и на Украине нормально? И что это вообще за тенденция? Ну, я вам честно скажу, я не знаю. Мне тяжело об этом говорить, потому что это для меня настолько странно, что мое отношение к данным органам подавления свободомыслия однозначно, и я его не скрывал никогда, это мое личное отношение, но кто-то может их любить, кто-то может их ненавидеть, для них они могут быть для кого-то, овеяны славой и обожжены днями революции. Просто на самом деле для меня это очень странно. Почему? Потому что я наблюдаю огромное количество сорокалетних или пятидесятилетних людей, которые внезапно начали возвращаться к тому, от чего ушли. А почему ушли? Потому что я отлично помню этих людей во времена, когда все, в принципе, рухнуло в 90-е годы. И где они отсиживались, или почему у них заново все переосмысление произошло в голове. Но я не помню такого количества, допустим, там, сталинистов, как сейчас я встречаю в соцсетях. Потому что я могу ориентироваться в соцсетях, я в России не бываю, там, на улицах прям не общаюсь. Для меня это странно, я не нахожу этому объяснения никакого. Какого? Не знаю. Государственная информационная пропагандистская машина на это сильно повлияла? Или это что-то вот... Ну, люди как-то сами жили-жили. А ведь Сталин-то был эффективный менеджер. Ну, по сути, да. По сути, да. Люди сами-сами жили. Потому что я не нахожу передач, которые бы пропагандировали, ну, или как-то там, ну, совсем неадекватно оценивали роль Сталина, к примеру, да, есть объективное, объективный подход. Я смотрю даже ваши федеральные каналы, да, и там передачи про Сталина, передачи про окружение Сталина, передачи, там, про сталинские времена. Они не хаят, как это было в 90-х, что все, он там сумасшедший был, там, падал в истерике. Нет. Но подход объективный. Я не понимаю, откуда берутся вот эти вот, вот это почитание такое ВЧК, к примеру. Да, можно там по-разному относиться к КГБ, потому что это была очень сильная структура, равно как и ГРУ, да. Ну, и сейчас их наследники тоже очень сильные. Но к красному террору относиться нормально, ну, это странно. Говорят, сразу начинают говорить, а был белый террор? Ну, от этого, что красный стал менее красным или что? Я не знаю. Это сложный вопрос. Я всегда, всегда, когда начинаю об этом говорить, набегает тысяча хейтеров, которые начинают кричать, ты там такой, сякой. Да, Шари это говорит, потому что пострадали там его предки, да, от ЧК там или еще там что-то в 37-м. А что, мы делимся на тех, у кого предков убили, и на тех, кто заселился в их квартиры, что ли? Вот. Семьи же сложные, большие уже теперь. Да, конечно. И получается, вот, получается именно так. Получается, они начинают искать, искать причину моего непринятия определенных вещей в том, что вот это у него личное, недобитый там какой-то там, там, дворянин там, поганый этот самый, гнида недодавленная. Вот такие вот звучат вещи и очень мне странные. Я не знаю, откуда они насасываются вот этим вот почитанием тех времен. А в украинском обществе есть такое или это… В украинском? Да. Украинское общество сейчас разделено, к сожалению, очень сильно разделено, если мы говорим о людях на востоке Украины, да, о людях, которые живут в так называемых самопровозглашенных республиках, то я, опять-таки, ориентируясь по соцсетям, я нередко встречаю аватарки Сталина, там, вот, Судоплатова. Судоплатов очень плохо кончил, и причем кончил не в новые времена, а в те самые времена, вот, ну, как кончил. У него очень плохо все было в жизни. Я смотрел с ним огромное интервью, это очень интересный человек, но заниматься… Вот, понимаете, в чем дело? Проблема я вижу в чем. Я знаю в существовании множества историков, у которых даже на ютубе каналы есть, эти историки. Когда заходит речь, к примеру, о 28 панфиловцах, и говорится, что не было, ну, все, эта выдумка проведена, проведено, расследование было, и пришли к выводу, что да, есть множество героизма в других местах, да, и тут же тоже, если сто погибло или сто панфиловцев остановили немцев, это же не умаляет их подвиг, то есть, ну, давайте уже прекратим вот это вот там мифотворчество. Люди говорят, плевать, все равно, пускай их не было, я это лично слышал, пускай их не было, но подвиг есть. Подвиг есть, конечно. Но это тоже слышали от нашего министра культуры. Ну, вот, и я опять знаю, вот я сейчас это сказал, или сейчас опять хейтеры набегут, но хейтеры, поймите меня правильно, ну, есть же реальные подвиги, эти подвиги абсолютно реальны, не обязательно что-то выдумывать, не обязательно наделять политиков, которые были при Союзе какими-то качествами, которыми они не обладали. Сталин без этого почитания вполне интересная и многогранная личность. Ну, зачем же все мазать белой краской, как когда-то мазали черной в начале 90-х? Анатолий, а у вас есть объяснение, почему вот это вот неосталинизм или просто сталинизм очень часто соседствует, ну, во-первых, с стремлением признать республики самопровозглашенной на востоке Украины или с идеями так называемого русского мира? Почему вдруг это все так совпадает? Не знаю, я бы хотел сказать следующее. Что я даю право людям признавать героями тех, кого они хотят признавать. Равно как там, кто-то признает вот западная Украина признает Бандеру. Бандера не мой герой, однозначно. Но если они хотят, чтобы это был их герой, пусть это будет герой. Я признаю право людей на востоке Украины признавать героями тех героев, которых они хотят признавать. А если они захотят Гитлер признать героем? Ну, если это не будет запрещено законодательством, то пусть признают. А, то есть вопрос выбирается просто чисто в формализацию. Ну, конечно. Человек, который уничтожил там десятки миллионов людей и занимался теми вещами, которыми занимался Гитлер, признавать его героем. Но я, допустим, я лично знаю людей, которые считают Гитлера героем. Они знают, что я к нему не отношусь как к герою. Я им рассказываю свое мнение. Они говорят, деда не трожь. Они его называют дедом. Деда не трожь. Но у них, на самом деле, свастики на голове набиты, на бритых головах. Это их право. Это их право. Но, конечно же, я этого никогда не могу принять внутри. Но я никогда не буду бежать и кричать, убейте вот этих, потому что они Сталина считают героем. Да почему же? Почему? Ну, если они хотят его признавать героем, пусть признают. Как это связано? Не знаю, как это связано, но это связано однозначно. Я признаю право востока Украины на их героев. Если бы не было вот этого вот разделения по героям, если бы не начали навязывать одних героев для всех. Бандера – герой для всей Украины. Но это же глупость. Это же, на самом деле, очевиднейшая глупость. Он не может быть героем для всей Украины. Но они его навязывали героем для всей Украины. И поэтому, конечно же, я понимаю, почему сотни тысяч людей встали на дыбы. Я не имею в виду обязательно сепаратистов. Я имею в виду людей, которые сейчас живут в Киеве, к примеру. Живут в Харькове, в Виннице. И не признают этого. Они говорят, а идите нафиг. Мы не хотим признавать героями тех, кого вы нам навязываете героями. Вот так. Я тему сталинизма пока не могу никак отпустить. Очень люблю ее. А как насчет сталинизма как элемента политики и политической агитации? Вот Грудинин, он, между прочим, совершенно однозначно заявляет очень серьезно про сталинские, про сталинистские позиции. КПРФ тоже в последнее время все чаще напирает на Сталина. А что именно Грудинин заявляет? Извините, я просто не в курсе по поводу Сталина. Он позитивно оценит твою роль. Он против того, чтобы смеялись над Сталиным. Совершенно конкретно четко обозначает себя в этих конфликтах и спорах сталинистов и антисталинистов последнего времени. Насколько это удачная вообще идея использовать сталинизм и вообще подобные спорные сюжеты для продвижения политических кандидатур, по вашему мнению? Или, может быть, это работа на узкую аудиторию, для которой это совершенно бесспорный сюжет? Я думаю, что все-таки это работа на узкую аудиторию. С другой стороны, смеяться над Сталиным – это глупо. Почему-то Черчилль не смеялся над Сталиным, ему было абсолютно не смешно. К примеру, все приводят в пример Черчилля, но весь мир не смеялся над Сталиным. Я не думаю, что во времена Сталина, это если уже объективно абсолютно оценивать, что происходили бы такие вещи, которые я сейчас вижу, происходят по отношению к России. К примеру, с Олимпиадой и с другими вещами. Я не думаю, что было бы такое отношение. Более того, вы знаете, слышал эту старую историю о том, что пираты сомалийские когда-то напали на советское торговое судно, а потом просто всплыла определенная субмарина и уничтожила там все поселения. После этого не нападали на советские суда, предпочитали обходить их стороной. Вот такого уважения, конечно же, при всем уважении к россиянам я сейчас не вижу. Которое было, это надо признать, к Советскому Союзу. Использование темы Сталина, я считаю, неправильным. Эта тема поляризирует общество однозначно. Но смеяться и говорить, ну и вычеркивать его, это тоже абсолютная глупость. Абсолютная глупость не признавать того, что какой ценой это было достигнуто, это бомба. Я не говорю о том, какой ценой. Мы все понимаем, какой колоссальной ценой была сделана эта бомба. С другой стороны, когда начинают говорить, смотри-ка, он принял страну с Сахой, а передал, там уже отдал с атомной бомбой. И это тот же самый спор, когда я начал говорить, что в Нидерландах, к примеру, первый космонавт появился в 94-м. Но они от этого не особо страдали. Это вечный спор, это однозначно поляризация. Конечно же, это интересно для хайпа, как говорится. Если ты хочешь, чтобы тебя много посмотрели и начали все тебя матюкать, как и будет под этим эфиром. Но я считаю, что в политике всерьез этим заниматься не стоит, не следует. К слову, у вас там тоже масса хейтеров, я уверен, сейчас комментируют. А вот меня всегда интересовала их претензия основная. Вы могли бы, может, что-то зачитать? Нет, не можем. Это противоречит нашему законодательству. Там нецензурно, да. Там все очень нецензурно. Но, действительно, хейтеров много. Слушайте, а вы сказали, что это оскорбительно и унизительно, вот эта история с Олимпиадой. Объясните, почему. Ну, проблемы какие-то с допингом. Ну, полетели, выступили под другими флагами. Ну, таблетку Мельдони зачем-то сожрал. Да, признался. Керлингист. Керлингист, да. Лишился медали за это. Ну и что? Почему оскорбительно-то? Я себе просто представляю, вот я себе представляю, что при Советском Союзе говорят, хорошо, ладно, мы вас наказываем, 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 вот этих всех лишили, всех званий, там, медалей вернее. А теперь вы должны приехать на Олимпиаду, ну, только без флага Советского Союза. Вот я просто представляю, и мне не представляется. Я не знаю, почему. Я сложно отношусь к Советскому Союзу, но такого при Союзе я представить не могу. Я просто представляю, какая была бы ответка, допустим, за нападение на дипломатическое там представительство, за нападение на дипломата в Россотрудничестве. Я просто представляю это, и я понимаю, что это совсем, ну, не тополь-то. А как же быть с тем, что Путин такой хороший и гениальный руководитель, поднял Россию с колен, весь мир нас боится? Я не знаю, как с этим быть. В общем, что, это все не правда, что ли, простите? Нет, подождите. У меня такое смелое предположение. По поводу Путина, я бы не хотел, чтобы мои оппоненты использовали это как какое-то расшаркивание, допустим, но тут надо признать. Я помню, что было в 90-е годы, потому что мы тогда еще по старинке жили как бы вроде как одной страной, и все следили там за тем, как Невзора сам себя встрелял, и все такое. Я это все помню отлично, что происходило в России. И что произошло при Путине, ну, вы знаете, у меня же все-таки есть память, у малолеток, которые голосуют за Навального, хотят голосовать, но еще не могут по возрасту. Они не помнят этого. Им рассказывают, что тогда были там светлые времена. Я помню эти светлые времена прекрасно, поэтому отрицать очевидное по поводу того, что вы сказали, я тоже не буду. Что это сейчас превратилось, как оно закостенело, эта власть, насколько она не боится уже народного осуждения, скажем так, что они думают, что они вечны, кстати, точно так же думали почему-то и в Украине перед Майданом. Это уж тема совсем другого разговора, но по поводу того, какой была Россия и какой она стала, все-таки тоже не стоит. Так, тогда еще один кощунственный вопрос. Так, может, надо было вовремя уйти просто, чтобы запомнить с человеком, который поднял Россию с колен и больше она не оказалась в унизительном положении? Колоссальная проблема России, я считаю, это серьезно, я так считаю, то, что я абсолютно не представляю ее без этого человека. Это большущая, огромная проблема. А кто в этом виноват-то, что этот человек оставил себя единственным потенциальным руководителем? Не знаю, кто виноват, честно. Но я это вижу большой проблемой, которая, когда на самом деле ее осознают, тогда будет поздно. Давайте про хейтеров и про 90-е. Вот продолжается безумное совершенно обсуждение перемывания костей актера Алексея Стрибрякова, который в интервью YouTube-каналу «Вдуть» заявил, что, по его мнению, национальная идея России заключается в силе наглости и хамстве. И отметил, что ничего у нас за последние десятилетия не изменилось, не знание, не сообразительность, не предприимчивость, не достоинство не являются национальной идеей. Ну, во-первых, вы согласны с этим? Я оставлю это при себе. Ну, нет, я с этим не согласен, окей. Не оставлю. А скажите, а вообще нужна ли стране какая-то национальная идея, государственная идеология или прочее, прочее? Или достаточно просто нормально жить и работать там на свое будущее, на будущее своих детей? И так и это, знаете, достаточно нормально жить. Допустим, в Нидерландах я не замечаю какой-то особой национальной идеи, да. При этом, вот захотел назвать государство, в котором национальная идея превалирует. И я не могу назвать, к сожалению, такое государство. Почему-то вот так вот сходу я подумал, что я смогу назвать, но не могу. В Украине пытаются создать национальное государство. И мне даже люди, и дай бог сегодня, может быть, выйдет интервью с одним из них, доказывают, что это правильно, что это нормально, национальная идея, это тот фундамент, на котором можно строить государственность вообще. Но, нет, на самом деле, я думаю, что достаточно реально работать, поменьше ходить с флагами, поменьше кричать о том, что мы какие-то уникальные. И просто работать, да и все. И любить свою страну. Публично выступать с такими заявлениями о какой-то негативной национальной идее своей страны, это допустимо? Да допустимо, потому что всегда такое было, и всегда есть такие люди. Вы что думаете, в Бразилии не выходят люди и не говорят, все бразильцы идиоты. Ну, там представитель Бразилии говорит, все, все бразильцы, посмотрите на нас, мы живем как свиньи, потому что мы и есть свиньи. Вот есть такое. И это нормально, на каждый роток не наброшь платок. Если Серебряков так считает, то пускай так считает. А, Серебряков, да. Вот. В принципе, какая разница. Если он так считает, то пусть он так считает. Ну, как же его убить теперь за это? А, конечно же, его теперь за это могут ненавидеть. То же самое, что выйти и сказать там, ну, про целый народ, да, сказать там что-то плохое. Это неправильно, я считаю. С другой стороны, а, свобода. Вы знаете, и еще одну тему я хотела поднять. Вот Андрей сейчас сказал так напрямую, что съел человек таблетку мельдония. А на ваш взгляд, вот эта вот история с допинг-скандалом вокруг нашего киролингиста, она на что больше всего похожа? Ну, понимаете, в чем дело? Если бы я не знал, что такое игра, это кирлинг, то это было бы одно. Но я дружу с человеком, который является членом одной из сборных по кирлингу. И я знаю, что это за игра. Это игра, ну, как для меня, он там обижался, как для пенсионеров. Знаете, там, пускает эту штучку, бежит перед ней, там, что-то трет. Я не понимаю, где тут мельдония. Я не понимаю, где тут надо допинг для того, чтобы зрение у тебя улучшилось. Там же не надо бежать. Я был абсолютно уверен, убежден на 200%, что это подстава до тех пор, как он не отказался вдруг участвовать в суде. Если ты не виновен, то участвуй. Что вдруг произошло? Что случилось? Получается, он таки принял эту таблетку. А зачем? Я до сих пор понять не могу. Он объяснил это тем, что пока не хватает доказательств, а разбирательства еще будет. А сейчас с дополнительными выступлениями без доказательств можно только навредить. Понятно. Ну, вот, хорошо. Он бы вышел и спросил, а для чего мне нужен был допинг? Вот вы же все тут понимаете, что это за игра. Для чего в ней нужен допинг? Я не знаю, чтобы быстрее бежать, чтобы сильнее толкать. Ну, что это? Непонятно, такой у нас подвисший вопрос, зачем он это сделал. На самом деле, про всех такие вопросы можно оставить подвешенные. Спасибо большое. Это был блогер Анатолий Шарей и Несса Землер Андрей Позняков. Счастливо. Спасибо вам. До свидания.